Сегодня готовим медовик. Медовик по моему рецепту. По моему рецепту. Рецептов медовика в интернете вы найдете миллионы. Миллионы рецептов, они все разные. Кто-то готовит мед с сахаром, с маслом, доводит до кипения, потом добавляет туда соду, гасит, если все это бурлит, шипит. Я готовлю медовик на водяной бане. Я мед не довожу до кипения. Поэтому будем сегодня готовить по моему рецепту и тоненько-тоненько будем катать коржи. Это сначала кажется, что это сложно, а потом вы поймете, что ничего сложного нет. Значит, смотрите, возьмите в кастрюльку налить воды и поставьте водяную баню. Просто кастрюля воды примерно треть и ставьте водяную баню. Отдельно начинаем лешивать. Продукты. Это 400 граммов сахара. 400 граммов сахара. Сверху и вправо. Какое 400? Я делю по-моему, 160. Я думаю про одно, а говорю про другое. Значит, смотрите, 160 граммов сахара. 160 граммов сливочного масла. Рецепт я вчера выложил. 160 граммов сливочного масла. Сливочное масло можете лучше взять полную температуру. Вы возьмете холодное, порежьте его на мелкий кусочек. Значит, смотрите, берем 160 граммов сливочного масла. У меня оно мягкое. Добавляем сахар. Так, вбрасываем сахар. 160 граммов сливочного масла. И в конце Что готовим? Готовим медовик. Медовик по моему рецепту. По этому рецепту у меня уже, наверное, лет 30. Как я помню, вот этот рецепт у меня всегда. У меня есть и другие варианты к приготовлению медовика. Но этот мой, как бы, такой проверенный, любимый. Поэтому готовься по нему. 160 граммов сахара положилось. 160 граммов сливочного масла мягкого. И 200 граммов меда. Медовик по моему рецепту. 200 граммов меда. Все это в одном ключе. Смотрите. Сахар. Мед. Сливочное масло. Все это ставим на водяную баню. Обязательно возьмите лопаточку. Для смешивания. Для водяной бани стоим до тех пор. Вот, видите, водная баня у меня. Выкипает. Так, зачем ты выключил? Франк, наверное, выключил у меня тут водяную баню. Так, значит, смотрите, ставим на плиту в кастрюлю с водой. Вода должна кипеть. Сейчас я подожгу. Так, смотрите, ставим в кастрюлю с водой. Вода должна быть горячей, должна закипеть. И теперь это все стоит до тех пор, пока сливочное масло не растопится. Пусть пока стоит здесь и нагревается. Примерно нагрев должен быть до 60 градусов. 60 градусов. Окей. Мы делаем раскаточный, не тот, который размазывается по листу. Будем раскатывать. Значит, смотрите, параллельно к боготочке пока на водяной бане стоит сливочный сахар масла. Нам понадобится три яичных желтка. Вот, Джордж сделают масло на кроссаны. А, да, что-то там и припомно. Видите, как вкусняшка с бодельно. Да, это бодельно, да? Сливочное масло досталось из холодильника. А ты как кроссаны? Да, кроссаны. Кроссаны. Потом мы с вами делаем обязательно кроссаны. Сливочное масло из холодильника. Их не хватает. А прямо в афе хансаблю. Да, да, да. Но нужно прийти к 5 часов. Да, да, да. Он говорит, ты должен тогда прийти в 5 часов утра. Я говорю, да, 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 приду. Я говорю, да, 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 да. Погадаю. Да, да. Да, да. 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 Три сутка. К жирку добавляем 30 граммов рома. Можете взять в окуну. Или нет. Или любой коньяк. 30 граммов жир. Да. 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 Привет из Испании, из Санкт-Петербурга. И вам так. Очень хорошее настроение. Я понимаю, что настроение сейчас у всех такое не очень радостная мы не будем грустно меня вчера упрекнули все эти цветочки выкладывали море вокруг такое происходит еще раз повторюсь что я о политике говорить не буду обсуждать никого не буду припековать не буду мы занимаемся своим делом занимаемся выпечкой есть работа которой мы занимаемся и вот надо об этом думать а для всех думать страна ничего хорошего не получится нюнхер виталия с вами германия далее вам очень приятно сделаем это 3 яичных жутка и 3 30 граммов берем рома или коньяка и леготки потом чайная ложка соды видите на табы бикарбонат соды 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 обязательно нужно гасить красим лимонным соком такой у нас лимонный сок можете взять свежий сок можете взять уксус если будете разрыхать лимонный сок то есть у нас лимонный сок разрыхлитель, то разрыхлитель гасить не надо, его сразу добавляете в муку. Смотрите, гасим соду, перемешиваем соду с лимонным соком, и реакция пошла, и потом это добавляем в желтки, потому что многие добавляют соду в муку, это неправильно, потому что сода всегда добавляется в муку, не перемешивается, а вот разрыхлитель добавляется в муку. Перемешиваем соду с ромой и яичными желтками. Так, понятно, да? Приедем к слице. Соседние наши положили. Итак, смотрите, значит сделали, да? Идем дальше, посмотрим, что у нас там. Доброе утро, что готовим? А готовим мы медоведь. Посмотрите, сливочное масло уже растаяло, снимаем с водяной баню. Выключаем цветок, снимаем с водяной баню. Смотрите, сахар здесь не растворился, это не страшно. Так и должно быть. Не надо греть до тех пор, пока сахар полностью растворился. Да! Так, посмотрите, масло сливочное перемешано с медом и сахаром. Значит, держим на водяной бане до тех пор, пока сливочное масло не растопится. В микроволновке можно растопить, можно в микроволновке. Слишком сильно не греете, иначе придется слишком долго охладать тесто. Вам самое главное раскопить сливочное масло на водяной бане. До кипения не добудем. Потом сюда вводим желтки хромом и содой. Перемешиваем. Значит, медовую смесь. 160 граммов сахара, 160 граммов сливочного масла и 200 граммов мёда на водяной бане. Потом мы сюда добавили 2 яичных желтка, 30 граммов мёда и чайная ложка соуса. Вот такая получилась у нас обнародная масла. И теперь сюда я добавляю 500 граммов муки. Муку аппетит. Берем сито и добавим сюда 500 граммов муки. Просеиваем. И все, тесто готово. Сейчас перемешаем. Теперь сохраню, не волнуйтесь. На 500 граммов муки у нас идёт всего 3 желтка. Видите, маленькие комочки. Делаем на листок. Муки. Прекрасно. Так. Делаем рецепт по моему проверенному рецепту. Многие не дают свой рецепт, но я считаю, что с рецептами надо не унесёт ничего. А так люди меня будут вспоминать довольными словами. Так вот это рецепт. Я по этому рецепту делаю много лет. Возьмёт и нам дало этот рецепт. Правильно? Так, смотрите, муку засыпали и пели метров. Замешиваем ледовое тесто. Возьмёт с сахаром нагреваем примерно до 50-70 грамм. Медовая смесь не должна быть листом горячей. Всё это перемешиваем и замешиваем тесто. Вот такое, смотрите, тесто получается. Потом это тесто должно созреть. Оно должно постоять. Можно убрать его в холодильник. Оно же остынет там. Если не в холодильник, тогда при комнатной температуре оно должно постоять в ночь. Возьмёт, ну, это ладно. Замешиваем. Хорошо. Смотрите, вот такое тесто у вас получилось. Оно должно созреть. Поэтому вы верните пленку, и тут оно у вас зреет либо в холодильнике, либо на воздухе, на воздухе какая-то ночь. Видите, оно постоит, и потом оно становится вот таким. Я просто не буду ждать. Вот такое тесто получается. Потом уже. Потому что когда калина муки набухнет, сливочное масло от холода замернет, и тесто будет пластичным. Давайте я пока ее поставлю в холодильник. И пока мы храним печем. То есть оно уже начинает густеть, потому что масса еще горячая. А я буду пока раскатывать вот эту тесто. А потом, когда она уже застынет, я попробую один вам рассказать и показать, как он будет. Тесто убираем в холодильник. В холодильнике выбирайте примерно где-то на час. Пусть оно постоит. В холодильнике часто должно тесто постоять. Если на воздухе, то ночь. И вот когда она на ночь постоит, то оно будет вот таким. Значит, смотрите, теперь начинаем раскатывать тесто. Включите духовку на разогрет на 200 градусов. Кормочка для вырубки тока у меня 20 сантиметров. Теперь я нагреваю для лисы. ИХОПТОРА ИХОПТОРА Делаем лист, диаметр формы 20 сантиметров, уже холодное тесто, формируем кусочки небольшие, сейчас посмотрю где там сколько, ну, 10 грамм, это, наверное, многовато, ну, все, смотрите, давайте начнем с 200 грамм, мы делаем на глаз, берем муку, подпыляем стол мукой, вверху, внизу, видно вам все, и начинаем раскатывать все, раскатываем тоненькие, так, коржи должны быть тонкими, чем тоненькие, 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 теперь смотрите, вырубаем, вырубать кольцо на этом, на листе, смотрите, вырубили кольцо, теперь перескладываем на лицу, так, еще раз подравниваем, чтобы они были по форме, так, 500 граммов муки, 500 граммов муки, значит, смотрите, выложили тесто, Франк, Франк, папа хлебеттизе, франк, франк, поддувиваются, вырубиваются, вырубили, сто секунд лежат, так, смотрите, выложили форму, пробовали, и вот такие тоненькие, тоненькие, Какие коржи вы должны сделать? Кверху делайте прокол дилки. Таких коржи должны быть от 9 до 15. Или от 12 до 15. Корму можете взять любую. Можете сделать прямугольную. Берем тесто. По 2 кг. И потом отрежем. И начинаем катать. Сейчас я посмотрю сколько у нас там времени. 24 минута прошло. Чтобы нам сохранить тесто. Джорджи, мукуве на день. Да, а что делать? Можете сделать еще... 6. 6 или в минуаре? В минуаре? В минуаре. В минуаре? В минуаре. В минуаре. В минуаре. В минуаре. Жорджи. Я говорю, Жордж, я делаю 3. А ты делаешь 6 кружочков. И мы их выкичем вместе. Чтобы ни времени не тратиться на раскатку. А он будет раскатываться на всех транскачных машин. Но дома у вас нет какая-то раскатывательная машина, поэтому пусть и кататься руками. Видите, раскатывайте как можно тоньше. Поехали. Алекс, у вас есть фейсер? У вас есть фейсер? Какие фейсеры? Какие-то, 20 см. Нет, но... Как вы фейсеры? Кто лежит? Окей. Это снял комплекс. Увидим, мы сняли. Увидим. Увидим. Так, смотрите, мы не прокатаемся. Сейчас поедем. Приметы из Калуги. Намного. Приметраем комплексу. Во вебائим. Тай, номер. Кондирок. Тай, номер. И, по купе с ним так. Попей. Так, всем добрый вулкан. И вам трудно. Делали медали, очень хороший рецепт, проверенный временем. Получается нежнейший, дает во рту. Как иногда многие делают медалит, он садоватый получает. Потому что знаете почему? Мед, сахар и масло кипятите, доводите до кипения, потом добавляете туда соду и яйца, потом муку, и это получается такое жидкое, вы его обмазываете, а оно когда выпекается, получается в принципе ничего. Но потом, когда начинаете склеить сметану или какую-то клюквену, то потом все равно оно получается саховатым. А вот это получится тончайшие-тончайшие шаржи. Комни. 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 Это сиси? Сиси. Сиси. Комни. Комни. Сиси. Комни. А ей получится много крема и мало теста. Те это будет просто штаб. Угу. Комни. Сейчас, тюни, не берем. Смотрите продолжение в следующей серии. Делаем ровно. Сейчас я вам Жоржа поставлю, посмотрите как он катает. У меня все смотрится. Смотрите, он делает колбасу. Делает колбасу. Я пока там свои-то делаю. А потом обязательно сделаем все просто. Попературу поставьте сразу на 210 градусов. Можно сделать вилкой. Можно следить в такую отваливку специальной, чтобы делать проколы. Смотрите продолжение в следующей серии. Итак, в следующей серии. Модель и яйзов. мальчик 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 а вы и потом вырубаем формочкой и лишнее тесто убираем у него на одном листе получается три торжа 2 миллиметра 2 миллиметра не 20 смотри как тоненькая и все ставим сейчас в духовку температура у нас 210 градусов 210 градусов а еще возьмите небольшой листик раскатайте отставка в тесто чтобы сделать потом крошку так смотри вот такие тоненькие карты в духовку на 7 минут 30-10 градусов 5 минут в духовку 30-10 градусов остатка вот тесто смотрите которое мы с вами замесили на холодильнике постояло вот видите оно уже имеет вот такой вид шикарное кресло видите пусть еще немного постоит оно будет совсем прям таким плотным оно должно созреть медовое тесто должно так же как и пряничное должно сестры поэтому сейчас оно еще совсем очень такое литкое мягкое но постоит в холодильнике часов будет нормально и потом вы уже будете его раскатывать окей так теперь дальше идем значит смотрите теперь нужно будет взять кусочки теста которые у вас остаются их можно просто выпечь и потом в блендере измельчить остатки теста которые остаются мы их нужно Их просто откатываю в пласт, видите, откатываю, и потом ломаю на такие кусочки, видите, какой цвет вот его туканец имечается, очень тоненько эти, пористое. Спасибо, Джордж. Спасибо, Джордж. Жордж мне уже приготовил, видите, выпих. И он говорит, что ты мне не говоришь, спасибо. Я говорю, спасибо, Джордж. Спасибо. Мерси, Бопу, Джордж. Смех. Мерси, Бопу, Чорнтер. Более того, как сказать. С большими довольствами, с радостью. Здесь там лучше язык забывать. Так, смотрите. Значит, разберём блендер. И измельчаем всю вот эту крошку в блендере и делаем крошку. С удовольствием просто. Сколько коржей. Катайте все тесто, которое у вас получилось, а там уже разберете, у кого 9, у кого 12. Получается крошка вот эта на шипку торта. Вот такая рыжая получается крошка, видите, на цепку медовика. Значит, это все делаете из остатков. Из остатков. Тесто, которое у вас остается, вы его используете. Ничего не выбрасывайте. Да, но я тоже. Я очень рекомендую. Я рекомендую. Я рекомендую. Я рекомендую. Франц делает йогуртовые пирожные. Франц, вы хотите готовить с сюкором? Да. Какой сюкор вы используете? Да. Франц делает йогуртовые пирожные без сахара. И вот такой сахар, заменитель сахара. Он как бы у нас из Сан-Трупе приводит. Говорят, что делают из березового сока. Но я, конечно, сомневаюсь. Да, мне повезло с кондитерами. Они у меня шикарные. Но потребовалось не один год, чтобы их под себя подстроить. Потому что, во-первых, они уставшие меня. Во-вторых, я приехал, они здесь уже работали. И поэтому они меня сразу не воспринимали. И мне пришлось, скорее, доказать, что шеф здесь я, а не они. Поэтому этой мягкой и доброй улыбкой кролится очень добрый человек. Так, смотрите. Делаем крошку. И за ту ваню. Печенки только приходят и забирают красан, небольшие шоколады. Все это продается у нас до 12 часов дня. И после 2 дня мы уже не делаем с консаной, с консаной. Потому что после обеда люди покупают здоровые. А до обеда в основном только выпечки. Торки только на обед и вечер. Медовик у нас очень пользуется прортом. Я когда сюда только приехал, мне говорят, что ой, вы делаете в эти торты, там, Медовик, Киевский, Наполеон. Это нафиг никому не нужно. Они привыкли к своему. Но Монако, я уже говорил, это интернациональная страна. Здесь живут все национальные. Здесь живут евреи и мусульмане, католики. И поэтому здесь покупают пахлаву. И армяне, азербайджанцы, и турки, и ливанцы покупают пахлаву. В нефти покупают с твой губ. Приемте, да? Так, готовые в нефти. В нефти, в нефти, в нефти, в нефти. В нефти, в нефти, в нефти, в нефти, в нефти, в нефти. Добрые. Сонимся? Так, снимаем. Все, в нефти, в нефти, быстро отбросить. На такие вредные кодовые вещи. Если ты не туда, то, 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 то. Даем при помощи вот такой специальной лопаткой. Значит, я туда. Ты где-то у нас получил в коры? Нет. Попробуем. 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 Да, и потом. Так, где же? Ну, мы за, где плохо, так? А что есть, я… Отец не видно. Тож, чтобы коры быстро настыли, я их сразу снимаю. Просили на решетке. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Если у вас, допустим, нет сметаны, можете взять маскарпоне. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 septiembre в следующей серии. Начинаем взбивать, сметан с сахарной жидкой взбивается в такую пышную пену, как крем. Сейчас я возьму подложку диаметром 20 см. Так, вы хотели посмотреть, как Жорг делает круассаны каждый день? Каждый день он катает эти круассаны. Через месяц он уйдет на пенсию. И вот, кто сделает круассаны? Я говорю, кто потом круассаны будет делать? Может, у Андреа, может, у нашего патиссия. Может, он будет фермер, Жоржа, здесь, на ривера, на клей? Я говорю, мы тебя закроем здесь на ключ. Он говорит, нет. Нет, мы увидим патиссии, который будет делать круассаны. Я говорю, закроем тебя тут на ключ, и будет тут сидеть. Ты думаешь, что это круассаны? Франк Крак не готов. Йогуртовый готов. Да, он готов. Да. Так, смотрите, крем взбивается. Так, что должно быть, как мы будем пристать будня с Чимовом? Хорошо, с чем трассаны. , чтобы собрать. Да, все. Только крем, чтобы собрать». Я говорю, что мы покупаем подлочки, как такую. Или можно сделать плакет. У меня нет, Жоржи. Ты не трассаны, Жоржи. Да, да, да. Ты не забыли. Ты не забыли. Нет, я забыли, что ты не забыли. Мы будем скучать, птица. Мы будем спать. Ты нас обидел? Ты не забыли, Джордж. Да, ты не забыли. Ты не забыли, что я забыли. Нет, Джордж. Смиры. Гадости. Так, смотрите, сметану взбили с сахарной пудрой до состояния крема. По консакте сразу. По дивкам сам. И теперь начинаем собирать. Начинаем собирать. По консакте. По консакте. По консакте. По консакте. Ты знаешь, что ты у нас есть, Джордж? Да, да, да. По консакте. Крем не желаете? Заметки. По консакте. По консакте. Надо, чтобы он не катался. Время. Да, да. Так, так вот. По консакте. Про консакт按ить на организме. По консакте, у меня распорщение по консакте. Примерно где-то 2-3 сантиметра, но примешиваемая толщина должна быть как и тесто крепло, вообще и побольше. И вот так слоем за слоем, собираете рот. Доброе утро, Жоржи! Да, спасибо! Держи? Да, но люди находятся там. Но я пока не уходил. Мы пока еще не уходим. В принципе, 50 лет. Ну, в принципе, можно уходить 57 лет. Я сказал, что вы можете уходить 57 лет. 58 лет, я могу уходить. 50 лет? Да. 58 лет он мог уходить. И он работает. Это мне очень приятно работать с Алексом. Да. Да. Он просто не хотел меня бросать. Но это он, конечно, Бонни. Он был в доме. Да. 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 Это марка Кейджордж Страхерес или Бетон. Это его любимая марка. Я говорю, что ты там нашел в этой марке? Одни пластиковые сумки там. Даже не кожаные. Из 20 безумных денег. Ну, брэ есть брэ. Держи или парт. Я говорю, там ничего нет натурального. Я как-то раз заходил в свой бетон. Один, один, какой-то, 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 какой-то заменительный. Зимой был в Сургуте. Зимой был в Сургуте. Зимой был в Сургуте. Зимой был в Сургуте зимой, когда мы были в Матчатка с компанией с Афгаромой. Меня отправили в Сургут. Я туда приехал. На улице было минус 42 градуса. На Москве было тогда, ну, плюс 2-2, такая температура. Я что-то как-то не подумал, легкая курточка у меня была, ботинки такие зимние, нудрыбки. Я поехал в Сургут. Когда я туда приехал, я обамдел от этого холода минус 42. Я помню до сих пор, когда выходишь из самолета, у тебя холода, начинают печь хлёзы, и ресницы прилипают друг к другу. Вот это я не даду и не прокладывал. Потом, когда в гостиницу идёшь или из гостиницы, просто ходить по улице невозможно. Но что меня больше всего поразило, то что местные девушки, которые там живут красавицы, распущены медленными волосами вот такими короткими юбками на таких каблуках, на этих сугробах ходили по городу. Я обладил как-то не холодно, ну, наверное, и предыдущие. Думаю, наши девушки везде выживут. Ничего не страшно. Самое главное, это красота. Остальное, что остальное, особенно когда замуж хочется, она как-то не устало, потому что в альфа-лаза не претензий. Не валяйте в альфа-лаза. Чего грейте? Надо валить? У меня подписчица. Она не пишет каждый день, я не отвечаю, она французинка, недавно была у нас в Канисоцке, и смотрит тоже все мои торисы, инстаграм, и говорит, а как вы понимаете, я же по-русски говорю, а она говорит, я ничего не понимаю, я просто на вас смотрю и смотрю, и слушаю, что вы говорите, я вам ничего не понимаю, но мне нравится, просто смотрю. Так что, видите, люди просто смотрят, даже ничего не понимают, что я там эндэчу, но это интересно, но это интересно, значит, надо с вами видеть. Так, ну смотрите, потихонечку клеится, у меня осталось еще на вокалке, да? Я его медали, значит, он должен будет предстоять ночь, и только завтра вы можете его режеть. Ну, можете в хреб добавлять орешки, можете марину положить, можете кладку, чернослить, все, что хотите. Спасибо, что я оказал. Так, смотрите, значит. Приятного аппетита! Так, обмазываем бока. Так что у нас ушел один килограмм сметаны на 9 корзин. Так, присоединяемся, присоединяемся. Так, можно поправить. Если он немножко прервать, то... Попробуем. Там пока еще такой подвижный. Так, смотрите, теперь смазываем сверху. Так, смотрите, теперь смазываю сверху. Смазываю сверху. Так что сметанки не жалейте. Будьте экономить, он у вас будет сухой, поэтому не экономите. Прослоить можно было побольше крема, чтобы у вас ничего не осталось. У меня осталось всего ничего немножко. Видите, можно было добавить по слоям потолще крема, и тогда он вдруг у вас все тает в бутылку. Вот так вот. Так, теперь берем крошку. Я посыпаю. Я посыпаю. Я посыпаю. Так, все равно тарелки. Вот у меня такие новые тарелочки, специальные для торта, как мы и так далее. Здесь ровно открытся, рельеры, монте-карту. Специально для торта. Очень удобно. Сюда прям поставлю. Так, все равно. Все. 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 Смотрите. Все. Смотрите, остыпаются и все равно. А потом уже поверхность. Торт медовики здесь самый популярный, оказывается. Когда я только приезжал туда жить и поработал, мне говорят, да кому ты там нужен? Кому ты удивляешься медовиками и наполеонами? Там уже такие искушенные люди, они исключения их не будут. Оказывается, что очень даже будут. Они иногда на улице останавливают мест, но мы говорим, что важно только давить, просто просветить им. Я здесь не мертвый продукт, а аллергенный, да? Но, видите, смороз пробует и мразит. Заказывают, что покупают. Присыпаем сверху. Закупаем сверху. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...